Добрый день дорогие друзья! Как не стать их жертвой? Но в последние годы действительно IT-технологии прочно вошли в нашу жизнь и приносят пользу. Однако в то же время они предоставляют и неудобства, могут быть преступные посягательства. Немного статистики. По данным информационного центра МВД Республики за 12 месяцев прошлого года было зарегистрировано более 2000 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Их рост по сравнению с предыдущим годом составил 45%. Ну что же, а с января этого года совершено уже около 500 таких преступлений. Давайте посмотрим ролик по теме нашего разговора. Я отправил писателю письмо с протестом. Горький в ответ заявил, что это был собирательный образ всех декадентов. Жил-был чистолюбивый писатель. Когда его ругали, ему казалось, что ругают чрезмерно и несправедливо. А когда хвалили, он думал, что хвалят мало и неумно. И так в постоянных неудовольствиях дожил он до поры, когда надобно было ему умирать. Лег писатель в постель и стал ругаться. Ну вот, не угодно ли? Два романа не написаны, да и вообще материалы еще лет на 10. Черт бы побрал этот закон природы и все прочие вместе с ним. Экая глупость. Хорошие романы могли бы быть. И придумали же такую идиотскую всеобщую повинность. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Какие способы мошенничества наиболее распространены? Как распознать мошенника? Как уберечь свои средства на банковской карте? И как не стать жертвой мошенника по объявлению? Об этом сегодня мы поговорим с нашим собеседником. Это начальник отдела по противодействию преступлений, связанных с использованием IT-технологий. Подполковник полиции Николай Викулов. Добрый день. Уважаемые телезрители, радиослушатели, Савелана, здравствуйте. Дорогие друзья, напомним, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Сахан. Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 322-066 и 3211-66. Ну что же, Николай Николаевич, давайте все-таки расскажем нашим телезрителям, радиослушателям, какие преступления совершаются в сфере IT-технологий. На территории республики за последний год отмечается рост преступлений, как вы уже заметили. Основные способы совершения преступлений в сфере информационно-телекомантикационных технологий отмечаются следующие. В первом случае мошенники представляются работниками банковских организаций, которые после чего под различными предлогами получают реквизиты от банковских граждан, после благополучно списывают денежные средства на свои подотчетные счета. Во втором случае мошенники совершают хищение по средствам использования подложенных объявлений о купле-продаже либо предоставлении услуг, о купле-продаже какого-либо имущества. В таких моментах они используют интернет-площадки в виде Авито, Дром, ЕКТ и так далее. В третьих случаях мошенники используют биржевые площадки, где под различным предлогом за создание аккаунта, за перевод денежных средств, проценты, и забирают деньги у граждан. Насколько правоохранительным органам удается справляться с данными преступлениями? Я привела небольшую статистику в начале разговора. Проведение по данной категории уголовных дел материалом следственных действий и оперативно-расследовательных мероприятий затруднительно в силу совокупности определенных обстоятельств, одно из которых то, что лица их совершившие, основная масса находится за пределами территории города Якутска, на территории других субъектов Российской Федерации. Используют они всевозможные обеспечения себе анонимности различными путями. Но, несмотря на это, МВД совместно с другими заинтересованными органами проводится необходимое оперативное расследование мероприятия. Осуществляются выезды в служебные командировки в другие регионы Российской Федерации. Приведя пример, в декабре мы отправили в суд уголовное дело, где подозреваемые совершали преступление с территории города Новосибирск. По нашему городу Якутску, Республике, было три факта совершения преступления. В общем, дело сейчас находится в суде. Много эпизода. Давайте поговорим о том, как совершаются дистанционные хищения. Может быть, вы приведете пример? Я думаю, что у вас есть из практики. О чем рассказать? Дистанционное хищение, как я ранее сказал, относится к первому способу, к самому распространенному способу на сегодняшний день. Это когда звонят по телефону и представляются сотрудниками различных кредитных организаций, могут представиться сотрудниками сотовых компаний, даже могут представиться сотрудниками правоохранительных органов. При этом, остановимся на разных примерах, если представляются сотрудниками банка. В основном, они хотят запутать наших граждан, потерпевших, скажем тогда, тем, что с их счетов совершается списание денежных средств. Либо берут кредиты на их имя. После чего, с целью сохранить денежные средства, просят провести определенные специологические операции. То есть, не психологически воздействует на человека, пугая его, либо заманивая чем-то. Все верно. Если взять пример, вот второй подпункт, скажем так, когда представляются сотрудниками сотовых компаний, это, исходя из реальных примеров, они представлялись сотрудниками МТС, мобильной телесистемы, и сообщали гражданам о том, что у них за долгое пользование их сотовым телефоном скопились определенные баллы. Бонусные баллы, своеобразные такие моменты. И эти баллы можно перевести в реальные деньги, которые можно вам отправить на ваши счета. После чего получали данные карт, все возможные необходимые для проведения операций по снятию денежных средств. И в третьем случае, когда представляются сотрудниками банка, это вот вышесказано, то, что в Новосибирске мы поймали данную группу, те представляли сотрудниками правоохранительных органов и сообщали то, что потерпевшие, по всей России они были, они ранее приобретали так называемые биологические добавки. По звонку, представившись правоохранительным органам, они сообщали то, что эти биологические добавки якобы контрафактные, и положена вам, как потерпевшим, компенсация. После чего, опять же, способ один и тот же, продиктовать, продиктуйте банковские карты. Плюс потерпевшие переводили деньги сами на их счета, исходя из того, что они просили деньги за открытие счета, за перевод, процент за снятие, ну и в таком духе. Ну, есть еще у нас способы обмана и по объявлениям? Чаще всего мошенники в объявлениях используют такие сайты, как Авито, Дром, ЕКТ, Юла. Там идет в основном два способа, поподробнее расскажу о них. Первый способ это, когда мошенник сам выкладывает объявление, потерпевший, собственно, договариваясь о сделке. Мошенник просит его перевести, так называемую, предоплату, либо стопроцентную, либо часть суммы. После чего, соответственно, больше не выходит на связь. Во втором случае они находят лиц, которые выкладывали объявления продажи, ну, какого-либо имущества, мебель, машины, запчасти и так далее. После чего высказывают желание приобрести это имущество путем перевода денег на банковскую карту. Опять же, завладели банковской картой, похищая денежные средства. Что касается Якутии, были факты такие, что это что касается в основном северных районов, отдаленных. По мессенджерам, таким как WhatsApp, есть в районах определенные группы, которые создаются у каждого района, грубо говоря, своя. Они добавляются в эту группу через знакомых, через кого-то, может, как-то извне, и выкладывают в этой группе объявления по продаже, ну, допустим, дистоплива, может, того мяса, курицы и так далее. По более низким ценам. Ценно, да, ниже рыночным намного. После чего жители собирают предоплату, ну и, собственно, выключают телефоны и теряются со связи. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Если у вас есть случаи, о которых вы можете нам рассказать, поведать о преступлениях, совершенных с помощью IT-технологий, то, пожалуйста, звоните и участвуйте в нашей программе. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. А вот как крадут деньги с банковской карты? С банковской карты там, в принципе, способов много. Мне бы хотелось остановиться сначала на том, что реквизиты банковской карты все-таки это секретная информация. Ее не нужно передавать друзьям, показывать карту в магазинах, ну, чтобы долго, скажем так, продавец ее разглядывал. Не называть реквизиты своей банковской карты покупателям, продавцам на каких-то платформах, объявлениях, да, и даже сотрудникам банка. По владению реквизитами банковской карты можно совершить разное хищение. Денежа и средств поподробнее расскажу. При знании преступникам номера карты, ну, то есть 16-й значимый номер карты, который расположен на лицевой стороне, и проверочного кода можно сделать покупки в каких-то определенных сайтах, заказать определенный товар и тому подобное. Если злоумышленник знает номер карты, проверочный код, имя, фамилия и срок действия карты, можно подключить онлайн расплату, скажем так, и осуществить тоже покупки товара. Если знать номер карты, ну, все эти причисленные мною данные и СМС-код, который возможно продиктовать, ну, собственно, можно проведить абсолютно любые операции. Также хотелось бы наметить вот по поводу кражи с банковской карты о том, что потерпевшая, привязывая свой мобильный телефон к банковской карте, ну, так называемый мобильный банк номер 900, при утере своего номера, либо при замене, бывает, забывает отключать его. Когда номер уходит в общее пользование, его покупают другие люди и, соответственно, получают доступ денежным средствам, которые находятся на карте. Потому что существует привязка. Привязка существует, да, к мобильному банку и к номеру телефона. Все верно. Ну, а есть вот какие-то конкретные случаи, вы можете из практики рассказать, да, как часто к вам обращаются люди по поводу кражи со своих карт, средств? Да, такие ситуации зачастую бывают. Вот буквально, скажем так, недавно обратился в полицию молодой человек, который в летний период времени ушел в навигацию. Навигация у нас длится, соответственно, большой период времени. Более трех месяцев он был в навигации, где не работала сотовая связь. Его номер телефона, пока он был в навигации, три месяца прошло, от него открепили его и продали другим людям. И они, соответственно, сняли его денежность, всю зарплату. Если не ошибаюсь, там ущерб был 83 тысячи. Еще был момент с практики по этому поводу, то, что потерпевший приходил в банк и менял свой номер телефона, привязанный к банковской карте. И при этом он, у него был МТС, он назвал номер мегафона. Соответственно, другой человек, у которого был номер мегафона, он совершил кражу. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. И сегодня мы говорим о преступлениях, совершенных с помощью IT-технологий. И сейчас, в данное время, вы смотрите второй выпуск проекта «Доступное право», который был создан по инициативе прокуратуры нашей республики. Дорогие друзья, сейчас вас ждет блок рекламы, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о профилактике преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. А также о том, как не стать их жертвой. Напоминаем, что наша программа выходит в телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Николай Николаевич, как распознать мошенничество на биржевых площадках? Вот есть еще и такой вид преступлений. По данному способу преступники используют биржевые площадки, где предлагают быстрый заработок. При этом они различными предлогами пытаются вытянуть из гражданина максимальное количество денежных средств. Например, за комиссию, за перевод, за снятие денежных средств. Если разобраться по способу, как это преступление совершается, то есть гражданин в интернете находит объявление различного характера о дополнительном заработке. Переходит по ссылке на это объявление на определенный сайт, где вводит свои реквизиты. Данный номер телефона регистрируется на данном сайте. После чего ему перезванивает представитель данной организации. Сообщает о быстром заработке, о большом заработке. И, собственно, гражданин перечисляет денежные средства. Мне хотелось бы по этому способу напомнить тем лицам, которые потеряли свои денежные средства, или они добровольно и вкладывают. То есть, возможно, это может быть действительно договор оферты, действительно может быть коммерческий риск. Поэтому здесь никак не распознаешь, либо это мошенники, либо это действительно работники организации. Ну, что же делать в таких случаях? Какой совет вы можете дать нашим телезрителям, радиослушателям? Необходимо, конечно же, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы для соответствующего разбирательства. Хорошо. Так, а вот можно ли распознать мошенника, например, по голосу? Такой очень интересный вопрос. Вопрос очень интересный. Мне бы хотелось по этому вопросу пояснить на личном примере. Вот я долгое время, в принципе, работаю по данному направлению. И буквально вот перед передачей, за день, мне вот позвонил мошенник. Позвонил мошенник, представился сотрудником банка. И вот, ну, как, скажем так, я распознал мошенника, да, зная об этом? Ну, вы профессионалы. Само собой. Но все же, во-первых, работники банка, они не звонят. Это, во-первых, если по вашей карте случается какая-либо операция по снятию денег, либо вход идет, работники банка блокируют. Они не перезванивают и не спрашивают, не говорят об этом. При разговоре с ним он начал расспрашивать о интересных вещах. Во-первых, он позвонил ко мне, представился по имени-отчеству. Фамилии, соответственно, он моей не знает. После того, как сообщил, что с моей карты списываются деньги, которые, собственно, я не списываю, да, и после этого он сообщил, что на моем имя оформляется кредит. После этой информации он спросил, в каком банке у меня карта. То есть, соответственно, передая эту информацию, он даже не знал, в каком банке у меня карта. После этого он начал интересоваться, сколько денег лежит на моем счете. И в таком формате интересовался то, что от 1000 рублей до 2, от 2 до 5, от 5 до 10. Я, конечно, сказал максимальную сумму, чтобы заинтересовать человека. В общем, мы с ним дошли до 100 тысяч, после чего он уже понял, что я... что он мошенник, я понял, что он мошенник, и он положил трубку. В принципе, вот по этим критериям, я думаю, можно распознать. Они допускают такие слова, как сберегательный счет, страховая ячейка. Я фиксирую ваше обращение, я фиксирую факт мошенничества. Банки такими словами не говорят. Ну и как, например, реагировать человеку, у которого, например, с банковской карты сняли определенную часть денег? Что он должен сделать в первую очередь? Так, показывает, что у нас телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, слушаем. Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос будет, да? Имеет ли право специалист Звербанка отпросить номер карты из разнательного счета карты с этой стороны? Банки такую информацию не спрашивают. Никогда. Скорее всего, это мошенники? Это в любом случае мошенники. Хорошо. А вот если анализ преступлений, да, совершенных, вот мы и сегодня говорили, да, кто чаще всего попадается на уловки мошенников, да, люди какого возраста, социального положения, и были ли они осведомлены о возможности мошенничества? На основе анализа потерпевших, да, но совершенных преступлений, большинство, это практически около 50%, это лица от 30 до 49 лет. Они осуществляют свою трудовую деятельность по найму в организациях или учреждениях республики. Всех меньше подвержены такого вида преступлениям, это молодежь, 3%, и индивидуальные предприниматели, их тоже малое количество. Хотелось бы отметить, что больше подвержены таким видом преступления женщины, их 65%, ну, а в силу того, что, наверное, они все-таки оказывают себе услуги, по сети интернет попользуются. Так, что еще можно было указать? А были ли они заранее осведомлены о возможности мошенничества? Как вы считаете, вот люди у нас вообще информированы о том, что у нас все-таки много мошенников? 98% жителей, они осведомлены о том, что совершается такого рода преступление, но, наверное, большая часть, они говорят, что мы думали, с нами такого не случится. Очень простая отговорка, да? Ну, вот мы говорили об объявлениях, да, о том, что с помощью объявлений тоже совершается мошенничество. А вот каким образом можно обезопасить себя? Тем не менее, ведь все-таки очень много объявлений, и существуют они не просто так. Так, у нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас, говорите, пожалуйста. У меня такое ощущение, да, вот, когда вот выполняешь по карте через мобильные какие-то операции, да, и в течение суток обязательно эти мошенники звонят по разному поводу, щека разные предлагают, и такое ощущение, что у них есть база данных Сбербанка, это связанные как-то. В этом случае как? Как реагировать, да? Хорошо, спасибо за вопрос. Такого быть не может, это никак не связано. Никак не связано? Нет, это никак не связано, абсолютно. Хорошо, вот я задавала вопрос о том, как обезопасить себя, если, например, человек подает объявление, или наоборот хочет по объявлению что-то приобрести, все-таки это наша жизнь, да, все равно кто-то что-то покупает, продает и так далее, нельзя же сидеть и как бы не пользоваться услугами объявлений рекламы. Сейчас, да, тем более вот в условиях пандемии у нас все перешло в интернет-пространство, покупки товаров и тому подобное. Ну, как в таких случаях себя вести? Надо быть предельно внимательными, покупать только на проверенных сайтах, смотреть отзывы, отзывы о покупателе, или если по отзыве о продавцах, стараться не осуществлять предоплату за товар. То есть, если заказывать товар, то функция, чтобы получение при... Оплата при получении. Да, все верно. Хорошо, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Сейчас во всех средствах массовой информации много говорят о мобильнике, о мобильном и интернет-мошенничестве. И самое главное, что большинство граждан, которые пострадали от преступлений, как правило, знали о том, что происходят факты мошенничества, но все равно попались на их уловки. И далее мы беседуем с директором Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Владимиром Скрябином. Добрый день. Добрый день. Владимир Борисович, почему все-таки происходит, да? Почему граждане, зная о возможности мошенничества, все равно попадаются на угловки преступника? Казалось бы, очень много социальной рекламы, все средства массовой информации говорят об этом. Но тем не менее статистика показывает, что преступления продолжают осуществляться. Ну, во-первых, надо понимать, что это происходит не только у нас в республике, не только у нас в городе. Подобные происшествия происходят по всей стране. То есть я имею в виду, что этот процесс развития интернет-технологий, там, IT, вот этого, все вот этих вещей, его невозможно остановить, потому что это веяние нашего времени. Соответственно, вот то, что мы, наверняка, очень много людей уже замечает, что наличностью мы стали меньше пользоваться. Все, ну, вот, очень много, все держим на картах, да? То есть нам надо осознанно понимать, что этот процесс неизбежен. И поэтому, ну, чаще всего те люди, скажем так, по исследованиям, те люди, которые все-таки, ну, так случилось, что произошли вот эти случаи с ними, это чаще всего в психологическом плане это люди, которые испытывают определенные потребности. Например, им не хватает денег, да? Или там какие-то определенные переживания. Или люди, которые находятся в длительном стрессе, даже не осознавая, не видя. Состояние депрессии, может быть, да? В определенной степени, да, потому что, ну, либо в эмоциональной сфере человеку не хватает внимания, заботы, да? А вот когда мошенники выходят, звонят лично, по имени обращаются, очень внимательные, там, скажем, проявляют такое участие с теплым голосом обычно, потому что манипулятивные технологии, которыми обладают мошенники, они же, ну, такие манипуляторы, скажем, да? Они очень хорошие психологи. Да? Ну, я их не назову психологами, не хочу портить свою профессию этим. Они манипуляторы, и в любом случае они используют людей. Используют в плохом смысле, в том смысле, что ради своей выгоды. Поэтому чаще всего подвергается вот такая категория граждан, которые в стрессе даже не осознавая того, что они находятся в стрессе. А такого у нас очень много, потому что в городской жизни, там, вот, скорости, экономическое время такое находите. Поэтому, ну, так вот. А к вам люди вот в центры приходят с подобного рода бедами? Вам приходилось встречаться? Да, конечно, приходилось встречаться. И люди действительно говорят, я даже, да, вот действительно, вот, как Николай сказал о том, что это женщины чаще всего, да, то, что... Ну, я тут объясню, почему женщины. Потому что женщины в большей степени, скажем, активные, да, чем... Ну, не то, что вы, чем мужчины, я имею в виду, что в заботе о семье, покупка для дома. Более интенсивная жизнь, скажем. Да, да, да. И поэтому, естественно, что больше всего подвержены вот мошенничеству. Это женщины, которые иногда бывают звонки, связанные с там, помощи просят, да, там, там, или с аккаунтов пишут родственников о том, что вот... Женщины же в большей степени эмоционально участливые, и поэтому, естественно, подвержены, да. Больше делятся, наверное, вот тем, что с ними произошло. Да, и женщины больше готовы поделиться, вот, помочь, там, направить деньги. Поэтому это происходит бессознательно абсолютно. Ну, как-то вот можно действительно обезопасить себя, не попасться вот на крючок этих манипуляторов, да? Есть какие-то у вас рекомендации? Ну, конечно, есть определенные, там, скажем так, возможно. В первую очередь, прежде всего, если там происходит... Обычно такие звонки происходят в вечернее время, да? Вы, по-моему, отмечали это. То, что когда человек, ну, какие звонки поступают к нам вечером? Обычно тревожные, если что-то произошло или там... Поэтому чисто психический организм готов как-то действовать в стрессе, там, и в попыхах. И эти люди, мошенники, начинают нагнетать. Давайте быстрее, быстрее. То есть пугают. Пугают, да. Своих собеседников. Прежде всего, это взять паузу. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Продолжение следует... То присоединяйтесь к нашей беседе и звоните нам. Дорогие друзья, сейчас мы попросим нашего режиссера включить ролик по теме нашей беседы. Уважаемые пользователи мобильного банка, мы представляем вам новую услугу по отъему ваших денег. Я могу представиться сотрудникам банка, пенсионного фонда, полиции, да кем угодно. Для того, чтобы ваши деньги перешли ко мне, вам необходимо лишь продиктовать мне данные вашей карты. Это номер карты, имя, фамилия, указанные на карте, срок действия, CVV-код и SMS-пароль для подтверждения операции. Не нужно читать информацию о том, что его нельзя разглашать. Как видите, вы легко расстанетесь со своими деньгами. До скорой встречи. Завтра мы вам позвоним. Ну что же, дорогие друзья, это было еще одно предупреждение по теме нашей передачи. Еще одна часть преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий совершается в сфере компьютерной информации. И к нашей беседе присоединяется заместитель директора по вопросам технической защиты и информации Республиканского центра инфокоммуникационных технологий Алексей Красильников. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Алексеевич, в Якутии у нас когда-нибудь происходили кибер-атаки? Давайте начнем вот с такого вопроса. Ну, сейчас, что могу сказать, действительно, да, к сожалению, да. Сейчас мы живем в мире новом, когда очень много наших процессов автоматизировано, и мы пользуемся интернет-сервисами, интернет-ресурсами. Они применяются везде, как и в бизнесе, так и в сфере государственного управления, предоставления госиммун-услуг. Соответственно, вот эти процессы также очень сильно автоматизированы, и все это называется электронное правительство, все этим пользуются госуслуги. Есть госуслуги федеральные, есть госуслуги региональные. Так скажем, наше правительство также обладает инфраструктурой электронного правительства, в которой развернуты региональные порталы, официальный информационный портал, порталы госуслуг. Такие интересные вещи очень актуальны сейчас, как запись ребенка в детский сад, запись ребенка в школу, то, что сейчас очень актуально, ну и другие. Ну и да, по статистике скажу, за прошлый год, 2020, нами зафиксировано более 7 тысяч событий высокой критичности, так называемых. А это подозрения на взломы, сканирование, подбор паролей, попытки инъекций. Это все производится по отношению к информресурсам правительства Якутии, которые открыты для всех. Ну и, скажем, наша служба информационной безопасности в рамках своих мероприятий более 120 внутренних расследований проводила по вопросам этого характера за прошлый год. И мы не допустили утечки персональных данных граждан. Расскажите, пожалуйста, о наиболее распространенных опасностях, которые могут подстерегать пользователи сети интернет. И вообще, как происходит кража персональных данных, финансовой информации, банковских реквизитов? И как раз один из наших телезрителей задал вопрос о том, что после совершения определенной действия Сбербанка ему сразу же начинают звонить мошенники. Он спрашивал, не связано ли это с, может быть, хищением персональных данных и так далее. Ну, присоединяясь к информации уже ранее, здесь озвученной коллегами, более технические аспекты расскажу. Вот, например, фишинг так называемый. Вот английского фишинг, рыбная ловля, выживание. Когда, скажем, гражданину отправляется заведомо ложная информация, она может себе содержать либо зловредный код, который, попадая на компьютер, либо техническое устройство пользователя, начинает за ним шпионить. Автоматически выуживаете персональные данные, данные о карточках, логин и пароли к почте. А у нас все связано сейчас. Как вы знаете, номер телефона, электронная почта, подтверждающая дополнительно двухфакторная, трехфакторная модификация, подтверждение, изменение пароля. Все делается через почту, через СМС, через телефон. Соответственно, если вот такая атака идет в отношении человека, отправляется классический письмо с предложением заработка, очень высокой какой-то, очень выгодной сделки, покупки, продажи чего-то. И, как правило, ссылка на сайт, который подделывает очень известный бренд какой-то и предлагает ввести что-то, информацию о себе, либо скачать дополнительные файлы, которые могут в себе содержать зловред. Поэтому, что касается вопроса, который был задан, ну, Сбербанк – это крупнейший или один из крупнейших банков страны. И, я уверен, в их системах безопасности не может быть оттуда утечки. Может быть, связано это с фишингом. Возможно. Первый вариант. Второй вариант – это надуманно и просто связано с тем, что в последнее время у нас же коронавирус, пандемия, и злоумышленники очень сильно активизировались. Очень много атак идет и на территории республики, и в стране, и в мире. А что можно сделать с помощью, для защиты, например, от угрозы кибератак и так далее? Первое и основное – соблюдать так называемую кибергигиену, быть бдительным, холодная голова. Вот опять же повторюсь, как коллеги уже какие советы давали. Во-первых, взять паузу. Все-таки подумать, действительно ли это так, почему он так много спрашивает вопросов. Когда какая-то угроза происходит, служба безопасности действует очень оперативно, быстро. Они не будут у вас много спрашивать чего-то. Они заблокируют вам карту, и сам уже пользователь должен будет обратиться в банк. Ну а технически посоветую, конечно, использовать средства антивирусной защиты информации. Это сейчас уже обязательно нужно. На компьютере домашнем обязательно, на телефонах рекомендовано. И что касается звонков, сейчас очень много звонков уже идет. Существуют сервисы защиты от таких звонков. Рекомендую ими попробовать воспользоваться. Есть и платные, которые можно за деньги купить. Есть и бесплатные. Рекомендую для начала воспользоваться бесплатными. Попробовать, посмотреть, как это все действует. Говорят, можно потерять деньги при регистрации на различных сайтах. Какие данные сайт не должен запрашивать? И вообще, что нельзя указывать ни в коем случае? Давайте еще раз повторим для наших телезрителей, радиослушателей. Во-первых, пожалуйста, будьте бдительны и смотрите, что за сайт. Если вы решили осуществлять покупку в интернет-магазине, удостоверьтесь, что сайт, на котором вы покупаете, это настоящий сильный бренд. Это, как правило, у таких организаций служба информационной безопасности присутствует, и все процессы очень хорошо отрепетированы, отрегулированы, и не будет утечек. Также, конечно, отзывы посмотрите, действительно ли все этим сайтом пользуются. Также еще один совет, старый, может быть, устаревший, но я лично им до сих пор пользуюсь, отдельную банковскую карту завести для интернет-транзакций. Просто у вас есть основная банковская карта, кредиты, зарплаты, и еще отдельная карта, на которую деньги скидывать, определенные суммы для покупок в интернете. И только эти реквизиты, только эта карта передавать в сервисы, в магазины и так далее. Хорошо, мы продолжаем наш разговор. И следующий наш собеседник – старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов Сергей Яковлевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Значительная часть преступлений в сфере IT-технологии связана с незаконным оборотом наркотических средств. Сергей Сергеевич, а вот как используют действительно информационные технологии в сфере незаконного оборота наркотиков? Так, ну, преступления в сфере информационно-телекоменционных технологий, в сфере незаконного оборота наркотиков, они, во-первых, заключаются в том, что в сети интернет поставщики наркотиков, продавцы наркотиков, предлагают продажи дистанционным способом, путем размещения объявлений на сайтах соответствующих. Ну и второе – это размещение имиджа, вакансий, приеме на работу. Ну, фактически предлагается сделать их своим соучастникам в качестве закладчиков распространения наркотиков в конкретном населенном пункте. Ну, допустим, в городе Якутске. Все это делается дистанционно, конспиративно, через сеть интернет. Нет, все они, участники этой цепочки друг друга не знают, в связи с тем, что преступникам применяются очень сильные, высокие технологии, методы конспирации, шифрования и так далее, и тому подобное. Значит, хочу предупредить, что вот многие люди, особенно молодого возраста, ищут работу в интернете и могут наткнуться на такие объявления. Часто натыкаются судьи из практики. Значит, хочу предупредить, что, ну, естественно, все понимают, что это деятельность незаконна, наказуема. Но хочу предупредить, что эти преступления, они относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Они практически приравнены к убийствам, изнасилования и так далее. Там срок наказания для преподавателя наркотиков может составлять до 10 лет лишения свободы, а для сбытчиков до 20 лет лишения свободы. И даже в особо тяжких случаях, даже пожизненное лишение свободы можно доработать. Предупреждаю всех зрителей об этом. Значит, при устройстве на работу будьте очень внимательны. Не думайте, что, если вы находитесь в сети интернет, то вас никто не узнает, вы будете безнаказанными. Работа в этом направлении ведется. Значит, закладчиков, поставщиков наркотиков задерживают, арестовывают. Поэтому будьте предусмотрительны, подумайте о своем будущем. Но это в первую очередь относится к молодым, к нашей молодежи. Да. Как показывает практика, в основном, конечно, этим занимается молодежь, которая продвинута в интернете, которая есть силы, энергия, которые не хотят, скажем так, зарабатывать легально. Вот я к ним обращаюсь. Подумайте о своем будущем. На практике очень много случаев, когда сбытчики наркотиков получали длинные сроки лишения свободы. Лучше займитесь легальным бизнесом. Сейчас это очень легко сделать. Если у вас нет работы, обратитесь на биржу труда, вам там помогут. Хорошо, дорогие друзья, сегодня у нас был второй выпуск просветительского проекта «Доступное право», который выходит по инициативе прокуратуры Республики Саха-Якутия. Сегодня мы говорили о преступлениях с использованием IT-технологий и как не стать их жертвой. Дорогие друзья, это программа «Якутский сегодня». Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok